Еще раз примем это местописание в наше мышление. Это из служения Иисуса, 23 стих. «Имейте веру Божью». В одном из переводов Библии говорится «имейте веру в Бога». А еще в одном из переводов сказано, и мне нравится это, «имейте Божий вид веры». Божий вид веры — это такая вера, которая недвижима тем, что она видит или тем, что она чувствует, но движима тем, во что она верит. Слава Богу! Итак, «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горись, и поднимись, и вернись море, и не усомниться в сердце своем», но поверит, поверит во что? Поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Именно так вера и работает. Вам не нужно находиться в молитве, чтобы заставить веру работать. Но вам нужно использовать веру каждый раз, когда вы молитесь, чтобы это было эффективным. Понимаете, есть некоторые вещи, которые вы можете сказать верой. Но когда вы молитесь, обратите внимание на следующий стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве...» Когда? Когда вы молитесь. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Когда вы верите? Вы верите, когда вы молитесь. Когда вы молитесь? На самом деле, я не жду, когда начну молиться. Я начинаю верить и использовать мою веру до того, как я начинаю молиться. И затем я вхожу в молитву, и к тому времени, когда я говорю «Аминь», я считаю этот вопрос решенным. Вот что значит слово «Аминь». Это решено. Поэтому «Да будет так». Это все. Это сделано. Мы позаботились об этом. Аллилуйя. Понимаете, именно это слово «Аминь» и означает на самом деле. Давайте еще раз откроем послание к Ефесянам. Ефесянам. Третья глава. Четырнадцатый стих. «Для сего преклоняя колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Помазанного и Его Помазание, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, «Да даст вам». Вот идет уже молитва. «Да даст вам». Просто остановитесь здесь и скажите «Я верю, что получаю». Это дано мне. Я принимаю это прямо сейчас. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Я принимаю моего внутреннего человека утвержденным могуществом Божьим. Духом Святым прямо сейчас, в этот момент. Я верю, что я получаю это. Господь Иисус, я верю, что я получаю. Сейчас мы применяем нашу веру в неощутимой сфере, в невидимой сфере. Не пытайтесь почувствовать это. Не пытайтесь получить какую-то физическую или интеллектуальную реакцию от вашего тела или еще откуда-то. Не пытайтесь. Нет, мы применяем нашу веру в отношении нашего внутреннего человека. И обычно, когда мы молимся, мы применяем нашу веру в отношении этого внешнего человека. Но прямо сейчас, на основании этой молитвы, мы применяем нашу веру в духовном человеке, который и есть настоящий вы, рожденный свыше вы. В четвертой главе книги притч сказано, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Это источник вашей жизни. Ваш источник жизни. Ваш духовный человек. Именно он был рожден свыше. Аллилуйя. Итак, мы верим, что мы получаем вместе с апостолом Павлом, который молится. «Веруя вселиться помазанному и его помазанию в сердца ваши». О, Господь, я принимаю это прямо сейчас во имя Иисуса. Дальше. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». Слово «постигнуть» значит «полностью понять, полностью представить, принять внутрь, ухватиться за это, постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь помазания, дабы вам исполнится всею». «Всею». 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 Получается, что? «Дабы вам исполнится всею полнотою Божьей». О, я верю, что я получаю это. Я даже не знаю, что есть вся полнота Божья, но я верю, что я получаю это сейчас во имя Иисуса. Итак, теперь я вышел за рамки моего знания, но я не вышел за рамки моего доверия. Аллилуйя. Вот о чем мы говорим. «Принятие через доверие». Сверхъестественное принятие от Бога. Сверхъестественное прошение, сверхъестественное принятие. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, укорененные и утвержденные, совершая непрекращающийся поиск через помазание. Иисус, послушайте это сейчас. Иисус настолько же помазан любить, насколько он помазан спасать или исцелять, или делать еще что-то, что Бог поставил его делать, как Господа и главу церкви. Библия говорит вам, как относиться к вашей жене или к вашему мужу. «Вы любите друг друга, как и Христос возлюбил церковь». Он настолько же помазан любить, насколько он помазан спасать. Он настолько же помазан любить. Вам нужно вставить себя в Евангелие Теана 3,16. Вам нужно думать об этом каждый день. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вставьте себя в это. «Ибо так Бог возлюбил меня, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы, если я поверю в Него, я не погибну и имел жизнь вечную». И потом возьмите следующий стих. «И приложите Его к этому». «Он пришел не для того, чтобы осудить меня. Он пришел, чтобы спасти меня. И у меня есть Спаситель». Аллилуйя. Он? Спаситель для меня. От чего? От всего, от чего мне нужно спасение. Он мой Спаситель. Он мой Спаситель. Он должен участвовать в каждом аспекте моей жизни, в каждом моменте, в каждой мысли. Иисус мой Спаситель. Он мой Господь. Он мой Бог. Он мой Бог. Аллилуйя. И откройте, пожалуйста, 17 главу Евангелия Теана. Обратите внимание на 20 стих. «Не о них же только молю, но и о... но также и о тех, но также и о тех, кто уверует в Меня по слову их». Прямо или косвенно. Мы поверили в Иисуса по слову этих людей, которые присутствовали там в тот день, когда Он молился. Аминь. Поэтому Иисус молился и за нас в тот день. Точно так же, как Он молился за них. 23 стих. «Я в них, и ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал Меня и...» И грамматически. Было бы правильно повторить эту фразу. «Да познает мир, что ты послал Меня и...» «Да познает мир, что ты возлюбил их, как возлюбил Меня». Если бы не Иисус, мне было бы сложно поверить в это. «Бог любит Меня так же сильно, как Он любит Иисуса». Бог любит Меня так же сильно, как Он любит Иисуса. У Бога нет любимчиков, включая Иисуса. Мы сонаследники с Иисусом. Это самое потрясающее. Человеческий разум не может справиться с этим. И это уже превосходит наши знания. Ваша голова не может справиться с этим. Вы даже не можете справиться с тем, когда человек любит вас всем сердцем, а уж тем более с этим. Но мы еще не закончили. «О, слава Богу!» 26 стих. «И Я открыл им имя Твое и открою». О чем Он говорит? Когда говорит, что «Я открою». «И Я открыл им имя Твое и открою». Иисус направляется на крест. Всего через несколько часов после этого Он будет в аду, сражаясь за свою жизнь в этой бездне. Или сражаясь за вашу жизнь. И в Слове Божьем сказано, «Возвищу имя Твое, братья Моим, посреди церкви воспою тебя». Он сказал, «Я открыл его и открою его». «Зачем?» «Да любовь, которую ты, Бог, ты, Отец, возлюбил меня, в них будет». Мне было достаточно сложно поверить, что Бог возлюбил меня так же, как Он возлюбил Иисуса. Теперь Он говорит мне, что любовь, которую Бог всемогущего излюбил Иисуса, есть во мне? Нет, ваш разум не может справиться с этим. Та же самая любовь была рождена внутри вас, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни. У вас есть та же самая любовь, которая есть Боге, которую Он любит Иисуса. У нас есть здесь чему научиться. Аминь. Нам нужно кое-что здесь делать. Что же насчет помазания? Помазание, согласно 10 и 11 главам книги Исаии, это снимающее бремя и уничтожающее ирмо сила Божья. Иисус сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Я ваш великий юбилей. Я здесь. Бедный? Тебе больше не нужно быть бедным. Я здесь, и я помазан, чтобы избавлять от нищеты. Больной? Тебе больше не нужно быть больным. Бог послал меня. Я помазан. И я здесь, чтобы снять это бремя и убрать это ирмо и уничтожить его». Видите, о чем Он проповедовал? Для всех, кто верил в это. Это работало. Для всех, кто не верил, это не работало. Все было так просто. И по-прежнему так и есть. Укорененные и утвержденные. Теперь откроем 8 главу послания к римлянам. Укорененные и утвержденные. Как вы становитесь укорененными и утвержденными в Божьих вещах? Вам нужно будет проводить время в Слове Божьем. Не только читать его или изучать его. Все это тоже, включая размышления и молитвы и проведение времени с Богом, вместо того, чтобы тратить ваше время, копаясь в мире и пытаясь получить достаточно, чтобы вам было что есть. И на самом деле, когда вы действительно понимаете это, вы просто слоняетесь вокруг, пытаясь найти достаточно, чтобы поесть. Вы действуете на том же уровне, что и животный мир. Это все, что вы пытаетесь сделать. нет. У вас есть совет с Богом, который позаботится о том, что вам есть и во что одеться, и обо всем остальном вокруг вас, и в гораздо лучшем виде, чем вы могли бы это получить. Но пока вы не ухватитесь за это, вы никогда не сможете понять это. Я могу продолжать говорить вам, а вы бы сказали, да, аминь, 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 аминь. И вы начинаете, вы отдаете десятину и жертвуете. Но до тех пор, пока вы не ухватитесь за то, за что мы ухватываемся здесь, что вы могли постигнуть, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь, иметь близкие отношения с любовью помазанного и его помазания. Любовь помазания. Любовь помазания. Послание к римлянам, 8 глава, 35 стих. Кто отлучит нас от любви помазанного и его помазания? Скорбь? Скорбь? Нет. Теснота? Нет. Гонение? Нет. Голод? Нет. Нагота? Нет. Опасность? Нет. Меч? Нет. Все эти бремена и рмо. Помазание просто уничтожит все это. Вот как сильно Бог любит вас. Любит вас. О, но, брат Копланд, я совершил ужасный грех. Вы совершили? Да. Когда? В 1948 году? Я просто верю, что Бог не слышит мои молитвы. Как я слышу? Вы ни о чем не молитесь, вы только ворчите и жалуетесь. Пойдите. Возьмите Слово Божье и поверьте в Него вместо того, что ваша плоть пытается сказать вам. Вместо того, что дьявол говорит вам. Вместо того разговора, который крутится в вашей голове. Говоря вам каждый раз, когда вы начинаете молиться, Бог не услышит меня, я не постился 40 дней, я не сделал это, я не сделал то. Дело не в вас, дело в Иисусе. То, что Он пришел сюда и сделал, было для вас. То, что Он делает сейчас, главное в Нем. Аллилуйя. Уберите себя из вашего разума. О да, брат Копланд, у меня все эти проблемы, я так страдаю, я так страдаю. Я это знаю, и все остальные тоже. страдания очень хорошо продаются на телевидении и в кино. О, со мной жестоко обращались. Со мной жестоко обращались, когда мне было 4 года. Сколько лет вам сейчас? 51. Переступите через это. О, вы просто жестоки, вы просто жестоки. Нет, я реалист. Углубитесь в Слово Божие и освободитесь от этого. Бог всемогущий, которому мы служим, послал свое помазание, чтобы освободить вас от этого, чтобы вы пошли и начали помогать кому-то еще освобождаться от такого же страдания, через которое прошли вы. Вы поднимитесь оттуда и выйдите из этого. И перестаньте относиться к вашим страданиям как к самой важной вещи в вашей жизни. В реальности, когда мы понимаем, как сильно Бог возлюбил нас и что Он сделал для нас, и когда мы ходим в этом, и мы верим, что мы принимаем это, наши страдания должны почти ничего не значить для нас. Только страдания других людей имеют значение. Ваши старые страдания просто смываются его любовью, когда вы начинаете поступать так. Тело Христово не таково, что «Ты гладишь меня, я поглажу тебя. Ты плюешь на меня, я плюну на тебя». Нет, 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 нет. Все работает не так. Я говорю о том, чтобы быть укорененными и утвержденными в любви. Давайте снова вернемся к той же самой главе послания к римлянам. Мы еще с этим не закончили. Как написано, «За тебя умершляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание». Но мы не овцы, обреченные на заклание. Как сказано в одном переводе Библии, во всем этом «Мы больше, чем победители через того, кто возлюбил нас». «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей, которая есть в помазании Иисуса». Во второй главе первого послания Иоанна в 20 и 27 стихах сказано, «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает». Любовь есть там. Помазание есть там. Теперь время начать ходить и практиковать и верить в любовь Божью. «О, Бог так возлюбил меня». Что он послал Иисуса? «О, слава Богу! Он не пришел, чтобы осудить меня. Он пришел, чтобы спасти меня. Это так хорошо быть спасенным. Господь, это так хорошо быть спасенным». И я просто не вижу, как Бог мог любить такого негодного, как я. Это его проблема, не моя. Это не моя проблема, а его. Я знаю, что ему досталась короткая спичка. Но не говорите ему. Я узнал кое-что о моем небесном Отце. Если я прихожу к нему и говорю, «Я просто не понимаю, я не знаю, почему ты позволил этому прийти ко мне. Я просто не понимаю это. Я просто проповедую везде. Просто езжу везде. Я просто путешествую. Просто проповедую. Я работаю. Я приезжаю домой. Я заболеваю гриппом. Я не понимаю, почему ты позволяешь этому случиться со мной». А вам приходило когда-нибудь в голову, что в этом, возможно, была ваша глупая вина? «Нет, это не могло быть моей виной. Я делаю все, что я знаю». Вы знаете немного. Это одна из ваших проблем. «О, я просто сделал здесь все. Это Бог, который позволяет. Бог никогда не бывает неправ. Именно вы и я все портим». Аминь. «О, я просто не понимаю. О, я просто не понимаю. Я просто не понимаю». Нет, нет, нет. Давайте начнем практиковать любовь к Божью. Аминь. Я был очень огорчен из-за некоторых вещей, которые относились к помазанию. Я пришел к Господу. И я сказал, «Господь, я просто...» В то время мне было примерно 57-58 лет. Или около того. Я сказал, «Господь, я имею в виду 58 лет. Я все еще не научился. Как лучше? Я все еще ошибаюсь. Боже мой! Кажется, что любой в моем возрасте уже должен был научиться. Но есть некоторые старые люди. 60 лет. И все еще курят. Вот это глупо. Я знаю, как ваша плоть будет давить на вас. Я имею в виду... Боже мой! Долгое время я выбрасывал больше сигарет, чем выкуривал. Пытаясь бросить курить. Потому что моя плоть управляла всем. Но потом я пришел в присутствие Бога и оставался там. И Слово Божье отделило меня от этого. Понимаете? Я говорил, «Господь, скажу тебе вот что. Я знаю. Я, должно быть, разочарование для тебя здесь». И все такое. Вы помните мой договор с ним? Он сказал, «Кеннет...» Ты знаешь, он сказал, «Я знал все это о тебе тогда, когда я призвал тебя». Он сказал, «Ты был таким еще до того, как я призвал тебя». Он сказал, «Есть много ошибок в твоей жизни. Есть особенности и недостатки в твоем характере». Часть этого была произведена твоей семьей с обеих сторон. С обеих сторон. Знаете, на некоторых деревьях растут только дикие кислые яблоки. И я думаю, что я был в этой категории долгое время. Аминь. Я был раздражен. Потому что я не делал ничего лучшего в этом, понимаете? Господь сказал, «Кеннет, разве ты не знаешь, что я знал это о тебе еще до того, как я призвал тебя?» Я сказал, «Да». Он сказал, «И я все равно призвал тебя, верно?» Сказал, «Да». И он сказал, «Теперь переступи через это. Убери это из своего разума. Вложи слово Божие в свой разум». Он сказал, «Если ты хочешь покаяться, покайся. Но поднимайся оттуда и иди вперед. Покайся верой. Даже если позже не чувствуешь себя лучше». Симптомы непрощения называются виной. «Но, я знаю, брат. Но, да, я исповедовал этот грех, но я по-прежнему так плохо себя чувствую из-за этого». Вам нужно перестать говорить это. Это дурной вкус. Иисус верен и праведен, что простить нам наши грехи, когда мы исповедуем их, и очистить нас от всякой неправедности. Переступите через это и двигайтесь мимо этого. Как? Практикуйте любовь к Божью. Я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, Господь, что ты любишь меня. Позвольте мне дать вам еще маленькую подсказку. Не убегайте от Бога, когда вы согрешаете. Бегите к Нему. Бегите к Нему. О, брат Коплан, говоря такое, вы просто даете людям лицензию, чтобы грешить. Нет, они грешат и без лицензии. Честные перед Богом, рожденные свыше верующие, не ищут способа согрешить и избежать наказания. Они ищут способ выбраться из греха и выбросить грех из себя. Я имею в виду, это наше стремление. Аминь. Начните практиковать Божью любовь. Мой Бог любит меня. Просыпайтесь утром и говорите, ой, это чудесный день, Бог любит меня весь день сегодня, и я люблю Его. Иисус, я пойду туда, куда ты хочешь, чтобы я пошел. Я сделаю все, что ты хочешь, чтобы я сделал. Вы слушайте меня. Практикуйте любовь. Я говорю о том, чтобы сказать, слава Богу, я доверяю Ему. Я доверяю Ему в моем сердце, в моем разуме. Я доверяю Ему мое тело. Я доверяю Ему мои финансы. Я доверяю Ему мою семью. Я доверяю Ему мое имущество. Доверяя ему во всем